А кремлевская шайка, друзья, снова бомбит Воронеж. Я сейчас о ситуации с Турцией. С сегодняшнего дня и до 1 июня паразиты отменили авиасообщение с этой республикой. Официальная версия. На турецких берегах разбушевался коронавирус. В реале же дедушка тупо решил отомстить. Эрдоган не поддержал его в вопросе возможной войны с Украиной. В Кремле ответили тогда, получив фашист-гранату, и закрыли турецкие курорты для российских туристов. Принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой Республики и в обратном направлении, сохранение на взаимной основе двух рейсов в неделю Москва-Стамбул, Стамбул-Москва. То есть представляете, что эти упыри творят? Прямо сейчас в Турции на отдыхе находятся от 25 до 30 тысяч россиян по разным данным. Этим людям каким-то образом теперь придется добираться до Стамбула, тратить лишние деньги. Ну и сами понимаете, такой отдых уже не отдых, после такого отдыха прямая дорога в психушку, нервы подлечить, второй момент. Огромные убытки понесут авиакомпании и турфирмы, начало сезона им снова взяли и зарубили. И если аэрофлоту и какому-нибудь спутнику хоть как-то что-то где-то, наверное, компенсируют, то маленьким компаниям дырку от бублика предложат. Не забываем о наших соотечественниках, которые уже купили туры на май. Нормальные люди путевки приобретают заблаговременно, как минимум за полгода. Для таких туристов и отпуск накрылся, и деньги теперь неизвестно когда вернут. Ну вот не мерзавцы, а. Это ж как надо ненавидеть свою страну и своих соотечественников, чтобы из-за личной обидки такую гадость совершить. Начинаем. Кабмин объявил, что в 2021 году на портале Госуслуг будет запущено 6 новых суперсервисов. Среди них обжалование штрафов ПДД, правосудие онлайн, рождение ребенка, а также утрата близкого человека, трудовая миграция. Слушайте, хотите честно, посмеялся от души. Ну, во-первых, обратите внимание на то, что данная новость снова подается с использованием будущего времени. То есть, как обычно, еще ничего нет, но будет, надо немного потерпеть. Ага. А во-вторых, ну, я, например, не знал, что родить ребенка можно онлайн, да это бог с ним. Суды в России на онлайн рельсы собираются поставить. Серьезно, вот этот поворот. Я прям отчетливо представляю себе сейчас эту процедуру судебные слушания онлайн. На сайте Госуслуги всем взять мышки в руки, суд идет. На самом деле, я, конечно, утрирую, потому что речь идет всего лишь о подаче электронных заявлений. Ну, чтобы не ездить за 3-9 земель, не в каждом поселке суды имеются. В прошлом году к этой теме подключили МФЦ, сейчас вот Госуслуги хотят. Мне всегда нужно просить помощи у кого-то, что-то. А мой предмет иска, он находится очень далеко, это за 4 часа в один конец. Теперь обращение в любой суд отправить можно через ближайшие многофункциональные центры. Пилотный проект доступного правосудия запустили в Нижегородской области. Вот здесь у нас компьютер общего доступа. Здесь есть сканер, который можно использовать. А впрочем, я все равно не врубаюсь, в чем прорыв. Да с той громкими заявлениями сопровождающейся суперсервис запускаем. Дело в том, что практика подачи электронных заявлений уже существует и прекрасно себя зарекомендовала. С 2017 года можно это сделать, причем без посредников. Заходите на сайт суд.рф, вуаля, сразу по нужному адресу обратитесь и даже к конкретному судье. В чем ноу-хау? С какого перепугу столько шума? Хотя деньги же бюджетные пилятся на этом проекте. Я про сайт госуслуги и нехилые. Вот и весь секрет Полишинеля. Кстати, а вы в курсе, что эти самые госуслуги абсолютно частная лавочка? Это не государственная контора. Более того, у них нет своего офиса, куда человек мог бы прийти и связаться с этой шарагой. Можно только по телефону. Зато со 146 миллионов человек персональные данные собирают. Где потом окажутся эти данные, одному богу известно. А это реальная журналистика. Новости нашего дурдома. Вашему вниманию поехали. А вот это кино облетело на медне все соцсети. В Керчь вас приглашаю. Там праздновали годовщину освобождения города от фашистов. И по данному поводу военные собирались произвести выстрел памяти из гаубицы Д-30. Вот только выстрела не случилось. Орудие заклинило. Внимание на экран. Нет, я понимаю, любую железку может переклинить. Но скажу вам, как артиллерист. Я учился на офицера артиллерии. Орудие нужно было нормально подготовить, почистить, смазать механизмы. А вояки, похоже, этот момент проигнорировали. Да и клинить в той гаубице, по большому счету, нечему. В затворе есть такая хреновина, так и называется клин. Ходит вверх-вниз, и вот если бы орудие подготовили по-человечески, данной оказии не случилось бы. Вполне вероятно, что грязь забилась в щели. Вот клин и застрял. Вообще-то видео наглядно демонстрирует всю мощь путинской армии. Офицерам и солдатам и наплевать. Даже памятный выстрел в памятную дату под камерой пофиг. Куда-нибудь кривая российской мечты да вынесет. Ну вот она и вынесла. Кстати, после выстрела, который с горем пополам все-таки произвели в соседнем здании, окна повылетали. То есть даже площадку не смогли выбрать по уму. Перемещаемся в Москву. И вот от этой новости, господа, я просто обалдел. Ксения Шойгу, эта младшая дочь министра обороны, занялась рекламой. Никогда не занималась, а на 31-м году жизни поняла, что в ней есть и такие таланты. Причем начинающую рекламщицу сразу на одно из самых ответственных направлений назначили. Она займется популяризацией внутреннего туризма. Всем туризмом всей России человек займется. То есть это не какое-то отдельное направление. Честно, я не понимала. Но я точно знаю, что если ты во что-то веришь, ну, по крайней мере, в моей жизни так бывает. Если ты во что-то веришь, если ты к этому идешь, то я тут и делаю то, во что ты веришь. Действительно, зачем быть специалистом в каком-то вопросе? Надо просто верить и все получится. Ну да мы отвлеклись. Рост туризма выделил начинающей рекламистке Ксюше 41 миллион рублей. Но когда я прочитал, как мадам собирается эти деньги тратить. Держитесь за что-нибудь, потому что сейчас буду рассказывать и так. 30 миллионов девица ухнет на рекламу туров выходного дня, которую разместит на билбордах. То есть выкупит по всей стране целую кучу вот этих вот уличных счетов. Повесит туда какие-то фотографии. Вуаля, отрекламировала. У меня простой вопрос. Какова эффективность от такой рекламы? Ну как много информации можно разместить на счете? Приезжайте в условную Карелию и все. А куда именно? Простой пример. Смотрели сериал «Угрюм река». Помните, там такие красивые пейзажи, горы, речка где-то внизу течет и вид закачаешься, природа, все дела? Так вот это снято в моей родной Свердловской области, больше скажу. Там, где сериал снимали, я нынешний Новый год встречал. Проблема в другом. Таких мест только в моем регионе сотни. Как их найти? Человеку ведь для начала нужно понять, где именно то или иное место находится. Какова инфраструктура? В смысле, есть ли рядом магазины? Где можно поесть? Каковы условия проживания? Ну палатку придется разбивать или какая-то турбаза в адресе имеется? Как туда добраться? Сколько стоит? Так вот, запихает ли госпожа Шойгу всю эту инфу на щит размером 3 на 6? Если ты не боишься и делаешь, значит ты делаешь что-то одинаковое, что-то похожее на то, что делал вчера, и ты не очень развиваешься, да? Ты валяешь дурака как-то. А если ты очень боишься и делаешь, то значит, видимо, ты развиваешься и, скорее всего, ты на какой-то правильном пути. Не менее интересна судьба оставшихся 10 миллионов, там вообще кикос. На эти деньги новоявленная рекламистка Ксюша Шойгу планирует закупить мониторы, которые установят... Ребят, вот снова держитесь за что-нибудь на автозаправках. Подскажите меня, пожалуйста. Вы на заправке часто в монитор пялитесь? Может быть, ради этого туда как раз и приезжаете? Ну что за бред? Знаете, я как человек, близкий к рекламщикам, у нас смежные профессии, скажу только одно. 40 миллионов этих можно было просто выбросить. Кино и немцы. Вообще, пример с госпожой Шойгу это и есть бизнес по-русски во всей красе. Взять денег из бюджета, совершить кучу бесполезных телодвижений, изображая видимость бурной деятельности, а бабло попилить. И самая главная проблема заключается в том, что в России весь бизнес так делается. У нас сегодня не осталось ни одного предприятия, которое настоящую пользу Родине приносило бы. У американцев есть компания Google. Люди ни у кого ничего не просят, зарабатывают сами, буквально из воздуха деньги делают. И дают, между прочим, заработать другим. Десятки тысяч человек, ведь в том гугле трудятся, получают хорошие зарплаты. Своей стране компания помогает, вкладывая огромные налоги в экономику США. А у нас одни воры допилельщики. Что Ротенберги, что Шойгу. Вот эти, как саранча, дербанят бюджет, пожирая налоговое отчисление граждан. И ладно бы, если бы хоть делали что-то, так ведь не делают. Курица Ксюша спустит сейчас в унитаз кучу бюджетных денег. А развитию внутреннего туризма это никак не поможет. Все, не хочу дальше продолжать. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Спасибо кафе Фаина Раневская за предоставленное для съемок помещение. Кафе советского быта. Здесь можно вкусно поесть, заодно поностальгировать. В соцсетях вас тоже жду. В друзья добавляйте темы, предлагайте под ними. Мы обсудим, а я за Сим. Спешу откланяться. Пока. Пока.